Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Стремительными темпами. На форуме в Рязанском медуниверситете Павел Малков заявил, что сферу здравоохранения курирует лично. Срок до 2 мая. В Управлении Федеральной налоговой службы сегодня напомнили о сдаче декларации. А мусор-то чей? Жители одного из домов по улице Стройково до сих пор в недоумении. Развитие и совершенствование системы здравоохранения необходимо для сохранения и укрепления здоровья населения и напрямую влияет на потенциал развития регионов и страны в целом. Губернатор Павел Малков неоднократно заявлял, что сфера здравоохранения приоритетная. Медицина должна быть доступной, высокотехнологичной и эффективной для каждого жителя области. Проведение форума «Здоровая независимость» имеет важное значение для решения этой задачи. Двухдневный форум на базе Рязанского медицинского университета объединил специалистов трех сфер. Бизнеса, который развивает технологии, социальной защиты, которая создает возможности, а также здравоохранение, которое обеспечивает повышение качества жизни. «Здравоохранение – это один из ключевых приоритетов, которые я контролирую сам. И мы действительно сейчас выстроили планы работы по всем направлениям, как вы правильно сказали, от профилактики и диагностики до лечения и последующей реабилитации. При этом не питаем иллюзий. И очевидно, что еще очень много предстоит сделать. Первые шаги сейчас мы выполнили, но дальше работа еще на много лет вперед». В сфере здравоохранения региона действительно сделан настоящий рывок. Область продолжает развиваться стремительными темпами. Это и обновление автопарка скорой медицинской помощи. Завершение строительства онкодиспансера с новейшим оборудованием. Он откроет свои двери уже в мае. Кроме того, регион – площадка, где разрабатывают и производят медицинское оборудование высочайшего уровня, которое поставляют в другие регионы и страны ближнего зарубежья. Есть важные достижения в сфере фармацевтической деятельности. «Мы посмотрели на выставки много интересных медицинских изделий, которые производятся непосредственно в Рязанской области, фармацевтических препаратов, в том числе новейших, которые будут основой медицинского кластера, ВУЗ, который готовит высококвалифицированные кадры. В принципе, в регионе создано все для того, чтобы система здравоохранения эффективно развивалась». В рамках форума Павел Пугачев вместе с главой региона осмотрит медицинские организации и учреждения, обсудят возможности цифровизации системы, которая станет основой для предиктивной аналитики по пациентам и обеспечения раннего выявления заболеваний, создания комфортных сервисов для граждан и медицинских работников. Образовательные и медицинские проекты – это, конечно, дело масштабное. По строительству флагманской школы в Мервино Павел Молков на заседании правительства призвал быть ответственнее, но главное – локальная задача – благоустройство всех выборных территорий. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» все еще идет. Срок окончания опроса – 31 мая. Но все места, на которые укажут рязанцы, заявил губернатор, благоустроенные должны быть уже в этом году. Эхом визита помощника президента Максима Орешкина и министра просвещения страны Сергея Кравцова стало заявление о строительстве в Рязани так называемой «флагманской школы», где соберут все самые современные учебные практики. Новая школа появится в Рязани, Мервино, на берегу Трубежа будем строить. Вокруг этой школы выстроится архитектура всего микрорайона. Я прошу все ведомства отнестись максимально ответственно, максимально серьезно к этому вопросу. Это прямое поручение президента, и мы должны выполнить его на самом высоком уровне. Не менее ответственно и строительство других школ. В этом году начнут возводить еще три – две в Рязани, одну в Касимове. Еще одна важная тема – благоустройство территорий. Онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» уже стартовало. Выбирать будут жители 14 муниципальных образований. Из 26 территорий нужно будет определить 4 объекта победителя по одному в каждом районе города Рязани. Соответственно, они будут реализованы потом. Онлайн-голосование у нас продлится до 31 мая. Каждый житель может высказать свое слово, и оно обязательно будет учтено. Вот сейчас уже 18 тысяч человек приняли участие в этом голосовании. Я призываю всех тоже поучаствовать. Определить облик нашего города и нашей области. А вот улица Интернациональная пока ни в какие проекты на благоустройство не попадает. Ремонта там не было уже давно. Из-за колейности дорога фактически превратилась в лыжню. Но пока помощь до Канищева не доехала. Эта улица нуждается в реконструкции. Это главная магистраль большого спального микрорайона Канищева. Сейчас ширина этой улицы 11 метров. Необходимо, конечно же, с учетом постоянных пробок скопления машин на этой улице, необходимо сделать по две полноценные полосы в каждую сторону. В этом году не получается пока на данный момент. Планируем в следующем году участвовать в отборе Минтранса по реконструкции улицы Интернациональной. Не дожидаясь заявки, Павел Малков предложил проектно-сметную документацию на ремонт улицы начать разрабатывать уже сейчас, чтобы не терять время. О необходимости подачи декларации о доходах за прошлый год не позднее 2 мая напомнили сегодня на специальном брифинге представители управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Оплатить же сам сбор можно будет не позднее 17 июля. Кому точно надо платить в нашем следующем материале. Начало мая традиционное время че для всех тех, кто позабыл заполнить налоговую декларацию. Нет, речь не идет про зарплаты. Под зоркое налоговое око попадают все доходы, полученные извне. Будь то сделки купли-продажи или аренды. Например, заплатить налог придется от продажи имущества и движимого, и недвижимого, срок владения которым не превышает трех лет, а в отдельном случае пяти. Также должны отчитаться те налогоплательщики, которые получили доход от продажи ценных бумаг, от продажи доли в основном капитале организации, от продажи акций. Также обязаны отчитаться физические лица, которые сдают квартиры, дома, комнаты, какое-то иное имущество в аренду или в наем. Те, которые получили доход в порядке дарения от лиц, которые не являются близкими родственниками. А еще это время уплаты налогов для всех, кто выиграл в лотерею или на тотализаторе. Но только для тех, кто сорвал небольшой куш – до 15 тысяч рублей. Свыше этой суммы оплачивают организаторы азартных проектов. Самый простой способ заполнить форму 3НДФЛ в электронном виде – в своем личном кабинете налогоплательщика. Там же можно оформить свою электронную подпись. Для этого необходимо нажать на фамилии и имя отчества на главной странице сервиса, и вы попадете в профиль пользователя. Дальше уже выбирается раздел «Электронная подпись». На самом деле формирование электронной подписи занимает достаточно небольшое количество времени. И самое главное – это подготовить пароль, который вводится в специальное открывшееся поле на экране. И затем при отправке любого документа в налоговый орган уже необходимо будет вводить вот такой пароль от электронной подписи и направлять в соответствующий документ. Срок подачи декларации – 2 мая, а вот оплатить ее можно будет до середины июля. Дальше пойдут штрафы – 5% от суммы налога. Самых забывчивых в прошлом году в Рязанской области оказалось более 2 тысяч. Им доначислили в итоге аж на 168 миллионов рублей. А всего по форме 3НДФЛ налоговики собрали почти полмиллиарда. Почти летняя погода в Рязани массово вывела на улицы города самокатчиков. Точки аренды этих двухколесников расположены уже практически повсеместно. Но буквально сегодня один из таких самокатных лихачей сбил 4-летнего ребенка. Кажется, пора объяснить. Правила дорожного движения должны соблюдать все без исключения. Признаков наступления теплой поры теперь несколько. Распускаются подснежники, прилетают птицы и на дорогах появляются самокатчики. Чтобы такого заниженного двухколесного коня оседлать, водительское удостоверение по-прежнему не нужно. А изучение правил дорожного движения у ребят носит для них даже не обязательный, а рекомендательный характер. Поэтому правила им напоминают сотрудники госавтоинспекции. Лица в возрасте от 7 до 14 лет на средствах индивидуальной мобильности должны двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Движение детей в возрасте младше 7 лет, использующих для передвижения СИМ, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Главное же правило, которое нужно выучить, всегда спешиваться на переходах. Кстати, это же правило и самое травмоопасное. Зачастую оно становится причиной многих ДТП. В 2021 году на дорогах Рязани зарегистрировано 9 ДТП с участием самокатов, в результате которых 9 человек получили травмы. В 2022 году в Рязани зарегистрировано 4 ДТП с участием самокатов, в результате которых 4 человека получили травмы. В текущем году зарегистрировано одно такое ДТП, в котором один ребенок пострадал. К средствам индивидуальной мобильности, или сокращенно СИМ, относятся не только самокаты, те же унициклы, например, сигвеи и другие схожие средства. Правила все же для всех одни. И наказание тоже. Начиная от предупреждения и заканчивая денежным штрафом. 500 рублей за движение по проезжей части, когда рядом тротуар. Или переезд дороги вне пешеходного перехода. Полторы тысячи, если нарушить эти правила пьяным. Жители одного из домов по улице Стройкова обратились в нашу редакцию с просьбой найти ответственных за вывоз мусора с их дворовой территории. Региональный оператор, компания «Экопронс» контейнер вроде как вывозит ежедневно, а вот на гору мусора рядом почему-то не обращает внимания. Теплый весенний день. Распускаются почки деревьев, играют дети во дворе. И такую вот приятную картину портит лишь одно – гора мусора. Старая деревянная мебель, большие негабаритные мешки и спиленные ветки деревьев лежат посреди двора уже больше месяца. Вначале они загораживали дорогу, из-за чего машины робко прижимались к гаражам. Сейчас же мусор свален большие кучи. Но это не успокаивает жителей домов. На заднем фоне вы уже видите, что большое скопление идет мусора. Этот мусор уже как бы давно уже складируется. Была надежда, что все-таки он уберется со временем. Пришлось делать посты в социальные сети, чтобы больше внимания привлечь к этому. Жители писали уже во все инстанции. И в жилищную инспекцию, и в администрацию города, и даже в прокуратуру. Ответа не получили. А гора тем временем все больше. И в нее уже добавились торчащие гвозди. А ведь рядом с мусорной площадкой – школа и детский сад. Это постоянно происходит. Что как бы уже терпение просто-напросто закончилось. Поэтому и начал выкладывать в соцсети и делать обращения. В августе прошлого года точно такая же гора мусора здесь горела ярким пламенем. Тогда мусор, говорят, подожгли после многочисленных обращений. На трубах около мусорных контейнеров следы пожара видны до сих пор. Повторение этой полукриминальной истории местные жители не очень-то и хотят. При этом управляющая компания заявляет, что делает все от нее зависящее. Сотрудники складировали разбросанный мусор в одном месте. И теперь дело за Экопронском. Представитель же регионального оператора нам сегодня заявил, что сами площадки они очищают регулярно. А то, что лежит за контуром – не их зона ответственности. А вот если надоевшую всем гору кто-нибудь вдруг переместит контейнером, большую часть мусоровозы все-таки вывезут. Полина Власова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Движение небесных тел так или иначе влияет на то, как чувствуют себя жители планеты Земля, а также на то, как они себя ведут. Изучает это влияние астрология и в соответствии с наблюдениями астрологи дают прогнозы на те или иные комбинации небесной карты. Согласно этой науке, впереди период непростой коридор затмений и период ретроградного Меркурия. Весенний коридор затмений открывается в 2023 году 20 апреля с гибридного солнечного затмения и завершится 5 мая лунным затмением. В этот период могут происходить события, резко меняющие жизнь и не зависящие от воли человека, если ранее человек выбрал не тот курс. Новолуние в последнем градусе знаковно и так называемое очень редкое гибридное солнечное затмение. Бывает раз в 10-15 лет. И как бы вот в чем его особенность? В том, что оно начинается как кольцеобразное, а потом оно переходит в другую фазу полного затмения. Максимальная фаза затмения наступит в 7-17 по московскому времени, поэтому наблюдать это затмение на территории России, как и в подавляющем большинстве стран северного полушария, не получится. Полное солнечное затмение 20 апреля увидят жители австралийского города Эксмут, городов Викеке и Лауспалос в Юго-Восточной Азии, а также острова Биак в Индонезии. Гибридную фазу можно увидеть только неподалеку от Маршаловых островов и в точке между Антарктическим и Южными территориями Франции. Все эти локации значительно удалены от населенных мест. Коридор затмений, кармическое время, это как бы карма в чистом виде. Вот это затмение, оно у нас соотносится с затмением 2003-2004 года. Если мы вспомним, что происходило в те годы, то можно примерно предположить, что будет у нас в ближайшие полтора-два года. Если там были какие-то переломные моменты, то вот сейчас как раз опять время делать шаг вперед. Затмение – это всегда шанс изменить жизнь к лучшему, но для этого нужно проститься с прошлыми ошибками и обидами. На коридор затмений накладывается еще и ретроградный Меркурий, который тоже астрологи считают временем, когда много чего можно исправить и многому научиться. Хотя иногда через боль. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова